Новый ход США, зачем в Киев летит важный специалист по Украине, апостроф, Украина. Светлана Шереметьева, апостроф, Украина. 18 июня 2019 года. Исполнительный вице-президент Американского мозгового центра Унитет статья с Института ФПАЧ Уильям Тейлор, один из ведущих американских экспертов по вопросам Украины. Именно на время работы Тейлора в Украине, при президенте Ющенко, пришелся период стремительного развития Америка на украинских отношениях, а США активно поддерживали предоставление Украине плана действий по членству в НАТО. Подписанный в конце 2008 года документ о стратегическом партнерстве Украины и США до сих пор остается основой отношений двух стран с огромным так и неиспользованным полностью потенциалом. Известно, что Тейлор служил офицером пехоты армии США в Германии и Вьетнаме. Дослужился до чина капитана. После событий 11 сентября 2001 года был назначен координатором Американской и Международной помощи Афганистану, 2002-2003 годы. Последним публичным мероприятием с участием посла Тейлора перед его отъездом в Вашингтон стала официальная церемония закладки фундамента нового здания посольства в Украине в мае 2009 года. Прибытие в посольство дипломата такого уровня однозначно говорит о значении Украины для Вашингтона. По словам собеседников Апострофа, Тейлор может быть или новым временным поверенным и руководить посольством на время отсутствия посла, или даже занять пост посла, ввиду отсутствия согласованной всеми инстанциями США другой кандидатуры. Как объясняют опрошенные Апострофом эксперты, вопрос с назначением посла может продлиться вплоть до окончания президентских выборов в США в 2020 году. Впрочем, не все собеседники издания верят в такой ход событий, и считают, что для Тейлора в посольстве может быть предусмотрена и другая работа. Речь идет о расследовании ситуации, связанной с обвинениями Юрия Луценко в отношении финансовой помощи Вашингтона на совместные с Генпрокуратурой проекты, которые якобы не были напрямую предоставлены подразделениям ГПУ, а распределялись посольством США в Киеве на свое усмотрение. Нельзя сказать, что в Вашингтоне отнеслись очень серьезно к этим обвинениям, но все же это вызвало определенные вопросы, поэтому была поставлена задача разобраться в сложившейся ситуации. С чем, собственно, и может быть связан визит Тейлора? Так как он хорошо знаком с украинским политикумом и умеет договариваться, ему это под силом, комментирует приезд дипломата-собеседник, осведомленный с ситуацией в американском посольстве. Сам же Уильям Тейлор эту информацию пока не комментирует, но публично ранее он отмечал, что между США и Украиной очень сильные связи и в обозримом будущем они таковыми и останутся. Что касается нового посла, то, по словам собеседников издания, политическое решение о назначении еще не принято. Есть разные позиции в этом отношении. Есть очень интересный кандидат, который даже уже встречался с украинскими депутатами в качестве кандидата на эту должность. Он приближенный к Трампу, не кадровый дипломат. То есть это может быть политическим назначением со всеми соответствующими плюсами и минусами. Но для того, чтобы он был назначен, нужно пройти долгий путь – согласование в Газдепе и в Конгрессе. В Соединенных Штатах это занимает от трех до шести месяцев. Поэтому посла мы можем ожидать не раньше второй половины лета. В лучшем случае, отмечает собеседник Апострофа. Вызовы для Украины по мнению опрошенных Апострофом экспертов. Тейлор – известный в Украине человек, и за время своей дипломатической миссии в Украине зарекомендовал себя как дипломат, который имеет хорошие отношения с разными политиками и в Вашингтоне, и в Киеве. Он дипломат в лучшем понимании этого слова. У него хорошие отношения с республиканцами, и с демократами. Он много работал над концепцией мирного урегулирования конфликта, обсуждал параметры решения конфликта на Донбассе. Он прекрасный коммуникатор. Людей такого масштаба мало. Если в Белом доме приняли решение назначить такого специалиста по вопросам, связанным с Украиной, нам однозначно повезло, считает украинский дипломат Василий Филипчук. Но для любого нового посла будет важно сохранить нормальные отношения, какими они были всегда, считает эксперт МЦПД Николай Капитаненко. Если же говорить с точки зрения Украины, нам не хватает какой-то конкретики, содержания. Мы должны думать о том, что ставить на первый план, какие приоритеты делать основными в этом двустороннем сотрудничестве. Сейчас мы точно не знаем, что хотим, считает эксперт. Во время предстоящего визита Владимира Зеленского в США, который может состояться уже в августе этого года по приглашению американской стороны, президенту Украины нужно будет вести дискуссию о статусе США как основного союзника вне НАТО, хотя это будет сложно. Шансов немного, но начинать нужно. Это то, что сегодня соответствует нашим интересам. На большее американцы не пойдут, и никаких формальных гарантий безопасности нам не дадут. Но с помощью этого статуса мы можем облегчить и расширить номенклатуру поставок американского оружия. Все остальное касается исключительно расширения американской поддержки, финансовой, прежде всего, добавляет Капитаненко. А вот по мнению дипломата Сергея Корсунского, Украина должна быть скромнее, когда говорит о своем месте в политике Соединенных Штатов. Мы почему-то считаем, что там очень много вокруг нас крутится. Это не так, особенно на уровне Белого дома. Ничего там вокруг нас не крутится. Есть люди в государственном департаменте, которые ведут украинские аспекты. Есть в Совете национальной безопасности и обороны, которые это делают и, конечно, Конгресс, в котором есть те, кто нас поддерживают. Но на уровне Белого дома и лично Трампа мы рассматриваемся в очень конкретном аспекте, сквозь призму отношений с Россией. Поэтому строить отношения с ними очень трудно, особенно с Трампом. Если Трамп видит Россию через микроскоп, потому что у нее ВВП – половина Техаса, то наш ВВП, который в 10 раз меньше, чем ВВП России, еще более смешная цифра. Но из-за нас Россия попала в ужасную беду и теперь имеет проблемы мирового масштаба. Поэтому это делает нас теми, на кого обращают внимание, отмечает Корсунский. И сейчас у нас действительно есть шансы построить отношения со Штатами. Но Украина должна найти то, что представляет интерес для американцев. Позиция президента Трампа очень прагматична. Для него важны интересы Соединенных Штатов – экономические, политические, военные. Если мы можем сделать вклад в реализацию этих интересов, тогда США будут идти нам навстречу. Посмотрите, какое происходит сближение между Польшей и США – буквально нереальный уровень отношений. Мало того, что Соединенные Штаты согласились открыть военную базу, так было принято решение направить туда дополнительно 2000 солдат. Они еще и сказали, что Польша сейчас на заключительном этапе оформления безвизового режима со Штатами. Почему так? Потому что Польша уже подписала 25-летний контракт на закупку американского ЛНГ, а теперь еще дополнительно на 8 миллиардов подписала контракт на тот же ЛНГ и построила терминал, через который он будет поступать в Польшу и, дай бог, в Украине. То есть речь идет о заинтересованности США объемом в 30 с лишним миллиард долларов. Соединенные Штаты интересуют их национальные интересы. Если бы мы смогли предложить что-то такое, что соответствует их национальным интересам и было бы в нашу пользу так же, это было бы то, что создало серьезную заинтересованность. Да, мы закупили у General Motors какие-то тепловозы, покупали уголь. Но все это по суммам и объемах несерьезно, подытожил эксперт. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.